МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда настроение хорошее, никакая даже самая неприятная погода, не помеха, а сегодня погода замечательная. Здравствуйте! Буду вселять в вас оптимизм, но если это, конечно, у меня получится. Итак, вдохнули, выдохнули, настроились, поехали! Стоит белокаменная уж больше полвека На правобережье тихой друти Тебя называют Тетеранской школой И лучше в районе такой не найти Деревенька познакомилась с учителями сельской школы и многому у них научилась Это крест и над крестом полумесяц как бы означающий символ, татарский символ И с тех пор название деревни пошло судил и судилище судил Удивительные тайны могут открыть нам камни Главное, не пренебрегать ими В этом году собрали хороший урожай Около двух тысяч тонн Заложили на хранение более 900 тонн Хрустным яблочком сегодня и завтра Деревенька проводила проверку Закрамов Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера И это уже давно не новость Вот я стою перед вами А меня снимает камера деревеньки Системы видеонаблюдения Стали неотъемлемой частью Жизни новинки приходят и в сельское хозяйство Первыми видеокамеры На местворах и на фермах Поставили в Деревенском районе Молочно-товарный комплекс Головича Открытого акционерного общества Трелесина Агра Стал известен на всю область Благодаря недавней установке системы видеонаблюдения Успехи в увеличении производства молока убеждают Видеонаблюдение хорошее и даже прибыльное дело Новые фермы это по сути фабрики по производству молока И в их работе не должно быть сбоек Для сельских хозяйств молоко это прибыль, хорошие деньги Поэтому именно для контроля над исполнением технологий И было задумано видеонаблюдение На деле получилось следить не только за технологической дисциплиной, но и рабочей Это очень дисциплинировать стало работников Когда вот первый день мы просмотрели запись ночную И когда скотники сказали, что мы всю ночь работали, не покладая рук Но когда я посмотрела, что там вообще никого не было в сарае И когда я привела его и показала, что вот смотри, вот ты И вот я тебя вижу, и ты ничего не делаешь Конечно, они были сразу в шоке, но потом это все как бы нормально Теперь воспринимают как должное И люди стали ответственнее относиться к своими обязанностями Более ответственнее, даже намного более ответственнее Знаете что, сначала как-то было неловко, а теперь все нормально Наоборот, даже и в порядке вещей Это даже и лучше, в принципе Почему лучше? Ну, какой-то есть контроль и за нами, что-то, как работаем Для того, чтобы система видеонаблюдения работала успешно На комплексе даже появился новый работник Программист, которая приехала из Могилева по направлению службы занятости Она следит за камерами, а камеры за тем, как работают люди Они, может, уже и привыкли чуть-чуть Но хочу сказать, что как бы приняли меня хорошо То есть, как бы общаемся, все Нету такого, что там, какого-то такого недопонимания с их стороны Затраты на установку системы видеонаблюдения в хозяйстве совсем не считают напрасными И собираются расширять ее применение Ну, вот эта система нам стоила где-то в районе 52 миллиона У нас 6 камер, мы за них заплатили Ну, как бы молока мы уже давно получили желаемый результат И мы уже, я надеюсь, что мы их окупили, эти камеры Камеры следят за порядком, сведения записываются Начальство может любое время и на любой скорости отследить, что происходило на ферме Картинка с помощью интернета выводится на мониторы В кабинетах директора хозяйства и руководства района Коров из Головича видели даже участники заседания облсполкома Видеонаблюдение становится приметой нашего времени Можно сказать, идеологией Пришло время, и действительно мы сегодня Современные молочно-товарные комплексы, которые строим Которые получаем молоко И молоко должны получать самого высшего сорта экстра Поэтому здесь необходимо отследить весь технологический процесс А это возможно только с помощью видеонаблюдения Видеонаблюдение появится и в других хозяйствах Дребенского района Новые системы установят в ближайшее время на молочно-товарных фермах области Которые оборудованы доильными залами Их в регионе примерно сотни Такая установка руководства Могилевской области Раз декабрь, значит что? Значит скоро Новый год Будут ли на столах отечественные фрукты? Конечно, зеленых витаминов хватит до весны Заверили нас в областной ассоциации плодовощеводства И посоветовали посетить одно из крупнейших фруктохранилищ области Что в хозяйстве Рассвет имени Орловского Кировского района Площадь фруктохранилища колхоза Рассвет имени Орловского впечатляет Аромат словами не передать Каждый плод аккуратно сняли с дерева Положили в ящики, говорят хозяйстве На эти фрукты спрос большой На ярмарках в Минске тонны яблок раскупают за считанные часы Утверждают садоводы Фирменные магазины Могилёва и Бобруйска Также ежедневно привозят из хранилища полезные плоды Где-то мы около двух тонн в сутки реализовываем за день Поэтому, конечно, заснабжаем по стоп-фонду Специализированные предприятия, бюджетные школы Детские садики, больницы В этом году собрали хороший урожай Около двух тысяч тонн Заложили на хранение более 900 тонн В этом году во всех хозяйствах области Где есть сады, собрали 24 тысячи тонн яблок Это на треть больше, чем в прошлом, говорят в Ассоциации плода овощеводства В этом году у нас дефицита не должно быть Потому что есть стабилизационный фонд И кроме стабилизационного фонда У нас на реализацию есть порядка 700 тонн Для свободной торговли яблок Всего хозяйства области заложили в стоп-фонд Почти 1300 тонн яблок Львиная доля стаб-фонда У колхоза «Рассвет» имени Орловского И сель предприятий «Александрийская» Свежих отечественных фруктов Хватит до мая, говорят специалисты Ни для кого не секрет, что 2013 год был объявлен годом экономии и бережливости В Кировском районе к осуществлению программ по энергосбережению Отнеслись с большой ответственностью Подробнее расскажет Аграгит В Кировском районе в программе по энергосбережению Четыре десятка мероприятий В хозяйстве «Рассвет» имени Орловского Введен в эксплуатацию крупнейший в стране биогазовый комплекс Он дал возможность наполовину снизить потребление природного газа В тепличном хозяйстве Получать качественные органические удобрения В системах горячего водоснабжения в хозяйствах «Колхоз», «Нива» и «Красный боец» Появились гелионагреватели В солнечную погоду они обеспечивают подогретой водой бытовки Значительно уменьшая расход традиционного топлива Приближается Новый год, а значит самое время подумать о елке В райцентрах Могилевской области елочные базары начнут работать с 24 декабря Предварительно живая елка высотой до 1 метра будет стоить около 40 тысяч рублей До 2 метров в среднем 52 тысячи До 3 метров 83, до 4 – 118 тысяч рублей 125 лет достойный возраст для учебного заведения Кричевский профессиональный агротехнический колледж Один из старейших в Беларуси Богатая история, современные технологии, молодые кадры для сельского хозяйства Кричевский агротехнический колледж, у которого в этом году важный юбилей Начинался со скромных ремесленных классов для крестьянской молодежи в народном училище Сегодня тут учатся более 500 студентов с разных уголков Могилевщины и всей Беларуси Мы готовим будущее поколение, будущее нашего государства И будущее, как эти ребята, выпускники будут жить и работать, трудиться, так мы и будем жить Мы стараемся их подготовить так, чтобы они трудились не хуже своих дедов, бабушек и своих предков Солидный возраст не мешает колледжу идти в ногу с современностью В колледже учат профессиям, которые востребованы на рынке труда Студенты надеются, что они дадут им хороший заработок Сейчас строительство в Беларуси нужно, оно, как получается, оплачиваемое, очень хорошо У вас будет хорошая профессия? Да, даже очень Будущее строителей кладут плитку на полу в общежитии Так теоретические знания лаконично дополняются практическими занятиями с пользой для всех Будущие водители в это время занимаются на полигоне Под присмотром мастера производственного обучения тут можно лихо прокатиться на тракторе Мне нравится здесь работать с ребятами Уже много лет, уже больше 30 лет я работаю с ними Ну, надо ребят учить Тут все учителя добрые Всегда готовы помочь, если где-то в чем-то не понимают Да и так Приятно с ними общаться Преподаватели Кричевского колледжа не зря называют золотым фондом Большинство педагогов действительно работают в учебном заведении Много лет и в своих учениках, и в своем деле не разочаровались Я люблю свой колледж за то, что в нем всегда каждый год мы принимаем таких интересных новых детей, которые им нужно давать знания Они всегда такие разнообразные, и нам как преподавателям никогда не приходится быть тоже одинаковыми, надо постоянно развиваться В колледже учатся, работают, живут и отдыхают Несколько десятков кружков и секций посещают студенты в свободное время Молодые красавицы колледжа предпочитают петь и танцевать в художественной самодеятельности Здесь много друзей, есть с кем пообщаться, потому что весело здесь, и время скучное не проведешь Моя Белоруссия, у тебя сердце отзывается, каждого из нас Белоруссия красавица, наступит лучшая Имена и фамилии всех учителей без исключения пишутся с большой буквы правила русского языка как-никак Но есть и такие учителя, чьи имена пишутся с большой буквы не в плане грамматики Именно о таких никогда не забывают ученики О сельском учителе с большой буквы наш рассказ В Китеринской средней школе идет урок математики Учитель Александр Владимирович Бетлиевский По словам коллег, человек неординарный Как называется? Показываем основу Тудовно, все дайте Понравился тебе урок, интересный? Да, интересный, у нас много таких проводят, все интересно, видно, рассказывают хорошо Это не просто слова О сельский учитель действительно старается на каждом уроке придумать что-то новенькое Чтобы ребятня вместо ворон ловила каждое слово учителя Например, сегодня в ход пошла самодельная конструкция и интерактивная доска Странное, но действенное сочетание Ассистирует на уроки Мария Черняева, преподаватель математики и бывшая ученица Александра Владимировича Александр Владимирович особо-то не изменился Вот когда он был и в молодости такой интересный человек Он и сейчас остался таким интересным человеком Например, урок, я помню, куб Вот сейчас он объясняет детям Он сейчас достает из кармана кубик какой-нибудь и там изготовку И вот эта непредсказуемость, еще экспромтом таким И детьми это очень воспринимается На уроках веселый, озорной Он когда-нибудь бывает строгий, но больше всего веселый А знания дает, хорошее? Да, все хорошо усваивается Тетеринская школа, которая больше полувека обновилась буквально несколько лет назад Ребятня уже привыкла к красоте, уюту и вкусным обедам У школы есть собственное подсобное хозяйство Мы кушаем суп и картошку и все К счастью, с кадрами в Тетеринской школе проблем нет Агрогородок живой, местное сельхозпредприятие достаточно крепкое Стабильный у нас коллектив Конечно, он уже такой более пожилой Но никто не уходит Даже молодые, кто пришли, вот кому Самому молодому у нас где-то 32 года Вот и Александр Владимирович уже на пенсии, но со школы расстаться не смог Рано, говорит, выходить из игры Опять же, кто тогда будет с детьми шашками заниматься? Одним словом, Бетлиевский предан делу Иногда меня спрашивают, какие ученики лучше были Раньше или сейчас Я говорю, сравнивать мы можем только числа Всех я ценю учеников Ну, бывают некоторые ученики Действительно, это подростков возраст Ну, шелуны такие, непоседы Ну, их надо понимать, потому что Я их понимаю, сам был таким Такие годы Несмотря на годы, Александр Владимирович не растерял ребенка в себе Может быть, поэтому люди и говорят, что он неординарен А еще он много читает и пишет стихи Психотворение такое, небольшое Но некому нравится Это как бы ода в школе Точнее сказать, гимн в школе Стоит белокаменная Уж больше полвека На правобережье Тихой друти Тебя называют Тетеранской школой И лучше в районе Такой не найти Кому-то эти строки могут показаться наивными А деревеньке понравилось Потому что для нас главное чувство Любовь к своему делу, к людям Малой родине А учителя с большой буквы Александра Бетлиевского Все это есть Едва ли не в каждой деревеньке есть свои свидетели эпохи Старинные кресты, валуны часто со знаками Кое-где за такими камнями присматривают А в некоторых деревнях они просто валяются вдоль дорог В Климовическом районе православный священник и краеведы Решили привести все в порядок Установили кресты и валуны возле церкви Три старинных камня поставили Возле свято-михайловского православного храма В Климовичу Большой каменный крест и два валуна со знаками Привезли из деревенья к району Получился свой климовический Стоунхендж Все-таки крест Это символ нашего спасения Для нас, верующих людей Для православных христиан И поэтому мне было Я очень хотел его восстановить На территории храма Этот большой крест, высотой он больше, чем полтора метра Привезли из агрогородка Новославича Там он просто лежал на земле и обрастал мохом Теперь он будет храниться на территории церкви Рядом с ним появились еще два валуна Один из них иссудил И он связан с историей и названием этой деревни Когда были походы военные в то времена Далекие времена То привезли, привели местные жители Пленных татар И вот на одном месте они устроили судилище Думали, что делать с этими татарами Но все-таки они порешили над тем, что их просто убили И на этом месте остался камень И интересное символ на этом камне Это крест и над крестом полумесяц Как бы означающий символ Татарский символ И с тех пор название деревни пошло Судилы, судилище, судилы На третьем камне виден небольшой крест Его нашли в судилах возле речки Скорее всего, он над могильной Представляете, они валяются Находятся возле дорог В каких-то канавах Один крест находится вообще в болоте И понимаете, для меня, как верующего человека Это как-то очень странно Очень странно И я хотел бы, чтобы эти кресты Находились на территории храма Даже если для поиска новых камней и крестов Понадобится экспедиция Священник и его помощники Решили действовать дальше Краеведы считают, что на территории храма Климовические древности Сохранятся лучше, чем в других местах Я считаю, что все-таки место им здесь Сейчас вы знаете, что век такой, что хотят все достать Продать цене, вывезти за рубеж Но вот все-таки настоятель собрал здесь камни И они останутся Все-таки история здесь сохранится Согласитесь, как важно сберечь то, что осталось нам от предков В Жиличах продолжают восстанавливать дворец пана Булгака Уже восстановили южный флигель Жилицкий дворец, поместье Игнатия Булгака Уникальный памятник архитектуры 19-го столетия Один из немногих в Беларуси, что построен в стиле классицизма По величию архитектурных решений конкурирует с дворцом Радивиллов в Несвеже О Жилицком дворцово-парковом ансамбле снова громко заговорили Пять лет назад, когда началась реконструкция северного флигеля Где разместилась школа искусств А сейчас строители завершили работу в южном флигеле Точной копии северного К сожалению, не сохранилась фотографии этой части Поэтому ее восстанавливали по рисункам По рисункам, которые у нас остались И скорее всего, что только благодаря тем рисункам Которые нарисовал Наполеон Орга Они поспособствовали восстановлению этой части А внутренняя часть, она сделалась такой же копией Как уже существующий флигель с северной стороны Деревенька узнала, что здесь будет картинная галерея И хоровой класс школы искусств Но сейчас сюда переедет музей из главного корпуса Где началась реконструкция В целях безопасности съемочную группу в здание не пустили Разбирая перекрытия и полы Строители восхищаются мастерством предков Балка, которая заводится в кирпичную стену Должна быть изолирована Точно на самом деле, вот здесь все эти деревянные балки Изолированы корой берестой То есть если мы сейчас используем там рубероид и прочее остальное То деды наши использовали, допустим, перестол И сохранились в прекрасном состоянии эти балки В отреставрированной части туристы и молодожены полюбили кованую лестницу И особенно террасу Из-за ласточек, которые давно облюбовали дворец Давайте представим, что программа заканчивается под звуки дворцового оркестра Я кланяюсь вам, исполненное глубокого почтения ко всем и каждому И удаляюсь с пожеланием мира и любви Пусть так и будет Только мир, счастье и любовь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok